Почему важно тщательно подходить к выбору тренера? Учитель отвечает за знания, тренер отвечает за судьбу. Что я хотел сказать этими словами? Я знаю очень часто, при выборе секции родители опираются на такие вещи, как близко возить, удобное расположение, удобное время занятий. Но задумайтесь, почему когда у вас воспаляется аппендицит, либо нужно сделать качественное лечение зубов, вы не смотрите, как близко находится врач, вы идете к самому лучшему. Ну и к чему ты клонишь, скажете вы. А я вам объясню, то что часто родители, отдавая ребенка в секцию, думают, что единственное, что он там приобретет, это двигательные навыки. Бегать, прыгать, бить, плавать и так далее. Но это далеко не так. На самом деле, я думаю, что многие из нас знают, и по собственному опыту в детстве, и по опыту уже во взрослой жизни, что все решает окружение, в котором ты находишься большую часть времени, ты перенимаешь от него как плохие, так и хорошие привычки, мировоззрения, взгляды на эту жизнь. Поэтому последнее, что бы я стал делать при выборе секции для ребенка, это руководствоваться такими критериями, как удобное время занятий, удобное расположение, а также медали, которые завоевывают ученики на соревнованиях. Стоп, стоп, стоп. Сейчас объясню. Поймите правильно, спортивные достижения, конечно, имеют место быть и должны быть, потому что именно в стрессовых ситуациях ребенок приобретает те качества, которые помогают преодолевать ему сложности в последующей жизни, по работе, по достижению своей карьерной лестницы и так далее. Но я бы прежде всего обратил внимание на несколько вещей при выборе тренера, а именно то, как он относится к детям, как он с ними общается, как он их называет по именам либо к каким-то обзывательствам. Второе. Какая атмосфера в коллективе? Дружественная, недружественная? Поддерживают ли там ребята друг друга? Либо наоборот. Если ты слабый, тебя загасит, да, по-русски говоря. Я бы смотрел на эти вещи. Также особое внимание я бы обратил на мировоззрение тренера, что он пропагандирует, как он себя позиционирует в коллективе и какие у него жизненные ценности. Если вы смотрите на человека и понимаете, что вам откликается то, что он делает, то, как он смотрит на мир, скорее всего, у вас получится классное сотрудничество. Будет и ребенку комфортно, и вам комфортно общаться, и вы все втроем, ребенок, родитель, тренер, сможете достичь определенного результата. Резюмирую. Те часы, которые ваш ребенок проведет в спортзале, не пройдут для него бесследно. Это наложит такой отпечаток на всю его жизнь. Он приобретет такие качества, либо, наоборот, не приобретет, которые ему будут очень сильно помогать, либо очень сильно мешать. Уважаемые родители, внимательно относитесь к выбору тренера, потому что, как бы это банально ни звучало, это действительно очень большая инвестиция в будущее вашего ребенка. Как он научится справляться с трудностями здесь, в спортзале, на площадках, на соревнованиях, на сборах. Так он пойдет и по жизни. Будет пасовать, либо продавливать и достигать своих целей. Меня зовут Константин Комогорцев. Подписывайтесь, я покажу, как можно тренировать по-другому.